А сверху не убавилось? АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, вот такое вот ошеломление. Вы знаете от чего? Не знаю, что нас много, нас бывает больше. Но какие лица? Если бы вы видели себя со стороны, я не хочу подольститься, но лица прекрасные. Много знакомых, есть незнакомые. Есть ребята, которые только что из войны с госпиталем. Конечно, мы сейчас, если уж честно, конечно, мы думаем, что на войне. Что на войне как-то... Но праздники никто не отменял. Тем более праздник, связанный с Великой Отечественной войной. Сегодня день ракетных войск и артиллерии. АПЛОДИСМЕНТЫ Это уже в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Когда все решали артиллерия и ракетные войска сухопутных войск, когда еще стратегических войск не было. Кстати, вот там где-то я вычислил, интересно, что... Паулис только что взяли в плен, везут на машине, и мимо длинной колонны артиллерии, и он мрачно говорит, вот это нас и погубило. Вот сейчас то, что идет война на Украине, казалось бы, воюют против НАТО Америки и всей этой большой компанией, в том числе Японии, Кореи. А ведь воюет в основном артиллерия и ракетные войска сухопутных войск. Стратегии пока еще в дело не включались. Но, конечно, наши герои, вон как Юра Князев, штурмовики, которые идут в атаку волей-неволей, это понятные пехоты герои. Короче, сегодня еще и праздник. Для нас это всегда было. Мы отмечали не только как бы праздник артиллерии сухопутных войск, но и стратегической, вернее так, стратегических ракетных войск. РВСР, как мы называем. Сегодня довольно много выпускников здесь, в военной академии имени Дзержинского. Я ее тоже заканчиваю. Это, в общем, академия РВСР. Поэтому по традиции, когда мы в этот день выступаем, я пою одну и ту же песню. Называется «Мой дом – ракетные войска». Там есть не все понятно. БРК – это боевой ракетный комплекс. ЗИП – это запасные инструменты и приборы. Маше Даян – это бывший министр обороны Израиля, который, кстати, заканчивал тоже советскую военную академию. Мой дом – ракетные войска. Я родился на БРК, но главная часть моя была без ЗИПа. И я вагаю дурака, люблю и пьянствую пока. Люблю до одери и пьянствую до хрипа. Шинель побыть свело уже, я на последнем рубеже. Но есть гитара и невырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, ведь мне таяны и марше, и даже мало одинаково сугубо. Моя защитник, я плод, меня ведь в падке ведет. И говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет? Ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Мой дом – ракетные войска. Я родился на БРК, но главная часть моя была без ЗИПа. И я вагаю дурака, люблю и пьянствую пока. Люблю до одери и пьянствую до хрипа. У нас сегодня будет странное выступление. Обычно я выбираю тему, а сегодня выступление без темы. Вот буквально неделю назад, я вообще сейчас живу в деревне, в Москву наезжаю там раз в год выступить, увидеть родные лица и снова удрать в брошенную деревню. Но что-то я призадумался и понял, что вот из тех немногих вещей, что написал, они все равно делятся на циклы. Ну, например, цикл о Севастополе. У меня очень много песен о Севастополе. В основном это, правда, того периода, когда он был оккупирован Украиной. И они вроде грустные и как-то неудобно петь. Но вот сейчас Севастополь снова под ударом. Иногда надо спорить. Ах, какая плохая погода, Снег с дождем объявит в Крыму. Время жизни со временем года Совпадает один, как и нам. Дует ветер с открытого моря, Нагоняет на сердце печаль. Я давно уже с светом не спорю, Только мне Севастополь жаль. Под погаченными фонарями На Приморском бульваре стою. Мы порой Севастополь теряли, Но впервые вот так не в бою. Болорусы и великорусы, Мы забыли, что русские мы. Снег с дождем, Роковые вопросы, И последние в бухтах дымы. Ословевший орел над волною, Смотрит будто дождливую даль. Разве важно, что будет со мной? Только мне Севастополь жаль. И не важно, что будет со мной, Только мне Севастополь жаль. Вот еще из циклов, Еще с юности, Да еще, пожалуй, со школы. Особенно с курсантских времен. Я думаю, у многих здесь, Кто сидит в зале, у мужиков, Было увлечение белой гвардейщины. Вот казалось, романтика, Белая гвардия, И сейчас-то я понимаю, Что это была война не за царя, Потому что в белой армии, кстати, Контрразведка старательно выискала И уничтожала монархическая организация. Это было запрещено просто. Это была война кадетов и меньшевиков Против большевиков. И развязали его кадеты и меньшевики. Но романтика никуда не осталась. И все равно жалко. И с той стороны русской люди, и с этой. В общем, я хочу спеть вам одну из своих Довольно молодых белогвардейских песен. Он называется «Последний патрон». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дом Богородицы, Россия, Твои поля и города Враждебной отданной и силе Горят от боли и стыда Пауки, бригады, батальоны Отгородились от своих Войска небесные обороны Огни замёртых и живых И по невидимому следу Не преклоняя головы Святые родники победы Сойдут из вольной синевы И беззаконные законы Не одолеют Русь пока Над нею держат обороны Её последние войска Над Русью держат обороны Её небесные войска Кстати, потом в наше время это же конкретно, да? Ведь сейчас даже Москву вот атакуют, да? Кто их сбивает? ПВО Войска небесные обороны Дальше будет неожиданность Я сегодня решил впервые за всю историю Не только петь, а прочитать несколько стихотворений Потому что по специальности я не парт Я профессиональный журналист и профессиональный литератор Пишу прозу, пишу стихи Но это тоже имеет отношение к циклам стихов и песен У меня есть цикл песен о разных городах Но самый родной и самый близкий мне Почему-то я ослаблен Я там не жил, но бывал несколько раз И у меня там было две, аж две Не сбывшихся любви А когда уже постареешь Начинаешь что-то в жизни понимать И начинаешь чувствовать, что часто не сбывшаяся любовь Она даже сильнее действует, чем любовь сбывшаяся Но для короннего времени Я не буду рассказывать Первый эпизод там была Не сбывшаяся любовь со мной так Начинающая актриса Там, оказывается, в Ярославле я раньше не знал Есть театральное училище Однажды туда что-то довелось выступать И, как обычно, выбираешь какое-то лицо Обычно женское Когда выступаешь в зале И на него смотришь больше Ну и именно та девчонка, на которой я все Таращился со сцены А потом уже, когда я выбежал после выступления на улицу Потому что уже был идти на теплоход А мы приплыли на теплоходе Была какая-то странная ситуация Это были девяностые годы С одной стороны бандиты С другой стороны меценаты В общем, это был роскошный теплоход Напихом каким-то деятелям культуры Всякие киношники там, театральщики и так далее Но надо, короче, девочку выскакивать С букетом в битуале Мне так понравилось, как вы пели Вот я хочу цветы И мы оба стоим Я с пахмелью и уставший после выступления Она не знает, что сказать Думаю, вот, ну надо Пригласить девочку На теплоход У нас каждый вечер, каждую ночь Там вот бесплатный ресторан И у нее будут такие знакомства С режиссерами, там, с директорами театра Вот там вся сволочь эта Плавала с нами вместе Вот, а если что У меня роскошная каюта, там, двухместная С соседями удовольствием Приставать не буду И вот энергии не было И мы так и расстались Когда уйдет А второй случай Я его писал в стихотворении Я его сейчас прочитаю Стихотворение называется Прощай, высокогорный Чак-Чак-Ран Это вообще-то строчки из афганской песни Но песни не моей У нас в Ярославле был песня-фестиваль И меня эта песня задолбала Вот этот стих такой Мне эта песня, помню, надоела Ее друзья орали за стеной И поднял я свое хмельное тело И вышел из гостиницы ночной По набережной которосли мудной До Спасского дошел к монастыря И стало мне понятно почему-то Что в Ярославле бедствую не зря К тому же над медведицким оврагом По лесенке девчоночка сошла такая Над которой вспять не шагу А сделаешь, топись в реке со зла Под фонарем остановились оба Как будто на свидания пришли Удостовериться в симпатии до гроба И разойтись, как в море корабли Простите, я была на фестивале Мне и песня ваша нравится Хотя вам слишком громко Подпевали в зале Не к месту хлопая Не вовремя свистя И вы, простите, мы ведь не артисты А попросту армейская шпана Мы поем и слушаем нечисто В нас голосит афганская война А я могу вас попросить? Просите? Тот, обгоревший, певший после вас А, Сашка, познакомиться хотите? Я помогу вам завтра? Нет, сейчас Я не продемонстрирую обиды Хотя я обижаюсь до сих пор Повел ее в гостиницу для виду Поддерживая светский разговор Да, восемнадцать Да, на балерину училась в детстве Главная спина Да, метр восемьдесят Нет, зовут Ирина Не сирота Но здесь живу одна В гостинице с дежурной сговорился Дал денег и поклялся, что сестра Зачем я час назад не утопился? Как не напиться в усмерть до утра? Устроил в полулюксе личном Иру И вызвал Сашку И в прихожей лег Не опозорил, в общем, честь мундира Девчонке и товарищу помог А через час-другой Они в прихожей на цирипочках Прошли мимо меня Как мне хотелось дать себе партноже При свете наступающего дня Со временем узнал У них ребенок родился Но семья не удалась И та любовь, что мнилась мне с просонок На деле оказалась просто связь Проклятый Чакчаран высокогордый Зачем ты расшумелся за стеной? Она была такой красиво вздорной Он был так сильно обожжен войной Ну и по поводу вот этих двух Низбольших седельных любовей У меня такая песня была В Ярославле, в Ярославле, в Ярославле Что над Волгой рекой Неужели я оставлю свой заслуженный покой? Неужели, неужели там на Туговой горе Затужу на всю неделю Всю неделю, всю неделю в октябре Затужу, залью слезами Весь единицкий овраг У Николы с образами Спотыгались через шаг У Николы с колокольней Что собраться в рисовал Где грачи летают в окна Где я не упоревновал Не зря я ждал башен Спасского монастыря Или впрямь я глуп и страшен Между нам и конварям Отчего же слишком долго Вас не встречу не найду? Ярославль стоит над Волгой Я на пути в нее иду Ярославль стоит над Волгой Вот пойду и утоплюсь Вот здесь присутствуют Мои дорогие друзья Поработим в газете А я 12 лет проработал В «Правде» Из них 10 лет военным Специальным корреспондентом Два года заместителем Редактора по отделу информации Вадим Акулов Сергеевич Который здесь присутствует Он у нас был Помимо всего прочего Еще партийным советником В Афганистане Был собственным корреспондентом В Афганистане Выезжал на боевые операции Многие слава Богу Что живой Вадим Спасибо тебе Что живой И как ты меня принимал На собственное виле Пойдем на балкон И немножечко постреляем Первая песня моя Я когда пришел в «Правду» Я думал Будут столько денег платить Будет такая вольная жизнь А там казалось Нужно сидеть с утра до ночи Не то что писать свое Переписывать чужое Отвечать на сотни тысяч людей Домой возвращаться Часов в 12 ночи Блин И я написал Ну называется Плач специального корреспондента Поздней ночью На улице горького Когда номер подписан в печаль Слаб-то друг Ощущения горькие С молодецкого Скинуть плеча Вот идешь ты Дурной и прокуренный По черне От газетного дня В голове твоей Заштукатуренный Не пылает Цветового огня Ничего тебе нынче не можется И глядишь ты Исполнен тоски Как на девичью Крашенных рожицах Под ресницами Тлеют зрачки Хорошили на ноги Бестии Жаль в чужом огороде Поют Говорят Что в газете Известия Всем таких секретарь Выдают А вокруг Ресторан И так Улюбища Роженцовая В них Молодежь В нетугленном Спецгоровском Рубище Редактор 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 Корректор Редактор 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 Кавандер Гаруны и Драгуны По эскадронам уж не втекал В огонь я бросив, порвавшись троны И вылив жонку на плац полка Прощай майоры, прощай парады Прощайте глазки из-под платка Прощай аресты, прощай награды Дымки шрапные из искленка И мы голубя ломали шеи То зубастату, а то себе И мы гуляли на всю Россию В царевой зале, в курной избе Чернеет трензель, ржавист ребят Седло растолхалось в гнут клинок Ах, были люди, ах, было время Ах, были кони, ах, был платок Ах, были люди, ах, было время Ах, были кони, ах, был платок Ушли гусары, ушли дорогуны, И все ж, ракетный, закончив бой, Мы варим жонку, терзаем струны, И ту в платочке берем с собой. Большой цикл у меня был о флоте. Очень люблю и не могу это объяснить, что такое военный флот. Мне доводилось плавать на надводных кораблях, на подводных лодках, на обычных, на атомах. И, ну, конечно, я не стал моряком, поверться смогу людей, но сам запах, сами эти люди, вообще-то, вот, может быть, не лучше, Но для меня, как-то самое близкое, когда я пытался объяснить, хоть сам себе, а что такое флот? А что такое флот? Вот вспоминание детства, когда с подругой выли на лодке в первый раз, Воды, небес и глаз, опасное соседство. Ведь что такое флот, когда медью пятна? А что такое флот? А что такое флот? А что такое флот, когда медью пятна? А что такое флот? Бессмертие и слава? Бессмертие и слава, Как медью пятна, А что такое флот и слава, И в среде земли зной, Славянские водеи и наши крейсера, Ведь что такое флот, Последний щит державы, Последняя любовь, прощальная уран. Ведь что такое флот, Последний щит державы, Последняя любовь, прощальная уран. Кто не любит собак, поднимите руку. В общем, я не очень люблю. В детстве любил, потом меньше любил. Но была одна любимая собака, И была одна любимая песня, Поэтому у меня выбора нету всего цикла, Я могу спеть только одну песню, Называется, наверное, Нурка. Плачет Нурка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лбу. Ах, а Нурка была хороша, Самый тоненький чудо на запах. Плачет Нурка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нурка, и себе не прости, Но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нурку родная рука, И лизнуть бы хозяйскую руку, Так знакома она, так легка, Обреченная Нуркой на муку. В вертолетный врезается пол, Высеченные Нуркино тело. Сотни раз она чуяла тон, А в сто первый чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, Когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок, По расчелини лапу скользнуло, И взлетнулся огонь из камней, И запахло железом коленым, И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со столом, И ползла к нему Нурка, ползла, И лизала его, и лизала, И хрипела, на попы звала, И глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, Обладали пинтами сапера, Он сказал, мне без дурки нельзя, И я, сказали ему, это горы. Вертолёк прилетел поутру, И вдвоём погрузили в машину, Ты не плачь, Нурка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нурка, живая душа, Слёзы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нурка была хороша, Самый тоненький чумил запах. Ну вот у меня ещё есть цикл стихов о Шуе. Я хотя сын офицера, я человек без родины, где-то родился, проездом, где-то жил по разным гарнизонам, и в Союзе, и за границей. Но школу окончил в городе Шуля, Ивановской области. Небольшой городок, но интересный. Вот там были первые влюблённости, первые реальные любови. А потом дочки моих первых влюблённостей в 90-е годы ушли понятно куда. И мне приходилось с ними встречаться уже в других обстоятельствах. Песня называется «Девчонки из шуйского бара». Я живу и любил кошмары, Но в ночи и средь белого дня Та девчонка из шуйского бара Охраняет, как ангел, меня. Да по возрасту я и не пара Между нами любви не на грош. И девчонка из шуйского бара Я судьбою и только похож. Отдаёмся почти что задаром Я с тихами и телом вода Но с девчонкой из шуйского бара Верим в лучшие ли мы времена. Денег нет, но осталась гитара Счастья нет, но осталась душа Ах, девчонка из шуйского бара Удивительно как хороша Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой И к девчонке из шуйского бара Я склоняюсь к небритой щекой Между нами к чьему-то рыбара Оболчи или выпиви, а мне Не нужна мне сегодня гитара Ей сегодня любовь не нужна А в России раздоры и суары Голодуха, разоруха, разлад И девчонке из шуйского бара Я последний товарищ и брат Но ведь с ней не менял из базара Нам стыдиться не нужно с утра И девчонка из шуйского бара Мне рад нечем родная сестра Я живу или вижу кошмары Но в ночи и средь белого дырян Проститутка из шуйского бара Остияет крова у меня Да, девчонка из шуйского бара Охраняет как ангел у меня Отдельный и особый цикл Стихов и песен А 345-й в отдельном парашютно-десантном полку С которым я имел честь работать в Афганистане Немножко в Азербайджане Немножко в Абхазии Который был расформирован В 1925-м году Макарима, проведите меня А сейчас благодаря во многом Не совсем во всем Но очень во многом Стараниями одного из тех людей Которые обычно ходят на наше выступление И их организуют И сегодня присутствуют Владимиру Степановичу Маковею Который все эти годы Собирал полк за свой счет Кстати, ребята Не давал забыть о нем Наверху во власти Издал такую книгу О нем Что если этой книге Кому-то слегка задеть по голове То у человека на свете больше не будет Не говоря о том, что глубокое содержание И вот в эти дни Полк возродился И я хочу, чтобы Владимир Степанович Маковей Сказал бы хоть несколько слов О великом Небуфторином 345-м полку А я потом прочитаю С них и смотрю Спасибо Спасибо Ну ты и сам бы мог сказать Нет Тем более у тебя складно получается Что я хочу Я действительно Очень рад и горд Здесь С 345-го полка Еще встаньте Мы конечно Спали и видели Когда это Справедливость Все-таки восторжествует Да Потому что решением Отдельных, недалеких И Чисто военном Политическом плане Наших однополчан В том числе Министр оборудования Полк был расформирован Расформирован Но он был Прежде всего Как политически неугодный Потому что Офицеры прошли Свою бою В полкоте Большую И видели Много всего В том числе И несправедливости И непринятых И буквально Принятых решений В общем беда Беда была И ее решили Таким образом Что проще Вот избавиться В настоящее время Имею честь Доложить Полк Возрожден Большего Возрождена 104-я Парашютный десант Теперь уже Наверное Не парашютный десант Я Наименование Кураку Он правда Не отдельный Теперь А в составе дивизии Это Значит Десанта Штурмовой Полк 345-й Значит Набор в полк Продолжается Пока Это идет Все на контрактной Основе Желающие могут Полк попасть Совершенно Нормально Он получает отношения У нас И приходит Военкомат И будет Служить В нашем Отдельном Прессор Мы планируем Вот так интересно Бывает Печать Есть Командир Есть А знамени Не сшири Банально И возможно Он даже уйдет За ленточку Еще не имея знамени Придется Будет Почать Мы готовы Ветераны Готовы Обязательно На обучение Знамени Поприсутствовать Потому что Это Великое дело Великое дело Духовное Приемство Может быть Это не так Ощущается Вот здесь Но мы четко Это поняли В Афганистане Нам Украина Довелось Раньше Я с 77-го года Полку служил Мы входили В Афганистан Вот там И с Виктором Познакомились В общем По три года Мы отдали Только на войне Полку Мы очень хотели Очень хотели Этот момент Настал Завершите Это Короткое Повествование На тему Нашего полка На тему Нашего полка Словами Великого Нашего Однополчанина К сожалению Два года Как его Не стало Михаила Михайловича Илюшунова Он на всех встречах Поднимал тост И говорил Одно и то Генерал-майор Одну и ту же фразу Вы много Умного Фразу В истории В истории России Было Три полка Семеновский Преображенский И отдельный Триста Сорок пятый полк Возродилась армия Все будет хорошо Мы победим Для этого Надо взять Кремль И Нового Огарева Тогда Штаб Квартиру Зеленского Обнимись С друзьями Боевыми Фронтовик Поймет Фронтовика Мы с тобой Остались Рядовыми Триста Сорок пятого Полка Мы с тобой Остались Рядовыми Триста Сорок пятого Полка Как мы были Молоды По грамме Как свистели Пули Увеска Как свергала Плавя Словно Знамя Триста Сорок пятого Полка И свергала Плавя Словно Знамя Триста Сорок пятого Полка От салатка И дубамиана Лезли мы По трубам Облака Сквозь Рассвет Муртиалы Как раны Триста Сорок пятого Полка А рассвет Муртиалы Как раны Триста Сорок пятого Полка Павшие Поймут Наполчане И сегодня Выпили Слегка Слишком много Горя За плечами Триста Сорок пятого Полка Слишком Пятого Полка И хочу Прочитать В руче В руче Не помню Володь В руче В руче В руче душеванским уродом. Все вышло, как пели и как говорили. Бойца отдохнули и духов побили. Красивый и умный была доктор Веры, что даже из этого видно примера. А если в Баграме с полковником Пашей она целовалась, то дело не наше. Со временем Паша пробьется в министра. И давний роман позаблудится быстро. Взорвут бы Мянского, будут талибы, да мы по нему истребнуть бы не смогли бы. А Вера в разбитом Советском Союзе устанет лечить нас от раны, контузии и не по начальству пойдет, а по миру, чтоб дочке оставить хотя бы квартиру. Так выпьем в Москве поминальную чашу за Буду, за Веру, за маршала Пашу. А что у них в небе, то дело не наше. Саша, а выиграет. Ну и последнее до перерыва. Песня будет тоже связана с Афганистаном, но это у меня такой большой цикл, он включает там 70 или 80 песен, точно даже не помню. Вот. И я его разбил на три части. Начало войны, середина войны, когда что-то уже немножко знаешь и понимаешь, и конец войны, когда многое уже надоело, и наступает тоска. Вот что-то не первая песня о гаданских временах. Я, когда побывал с самого начала в 345-м полку, он стоял в Баграме, это недалеко от Кабула, потом в Кабуле, а потом перепел Шинданд. Это уже довольно далеко, и там относительно равнинные места. Я к чему, что в горах холодина, это же декабрь 79-го года, мороз, снег, в долине какой-то дождь, туман, мокрые палатки, ни хрена не понятно, вообще, что за война, с кем воюем, да-да-да. И в то же время было какое-то настроение дух. И вот я после этой песни много чего написал, и для меня она остается как бы символом вот какого-то полета, мечты, а туда войска входили, в общем-то, с мечтой. Действительно, ходили там какую-то нормальную людям жизнь сделать в этой дикой стране. Перевалы до самой границы в облаканках и бадах в облаканках Боевые железные птицы сбились кучу на мокрой земле. Отцерели презенты палаток дым над лагерем словно венец. Сотню лет или малый остаток нагадает пролетный свинец. И об этом однако же думает в этот день, в этот час и судьбу и с повадкой от людьми угрюмой сигналист продувает трубу. В первой ноте слегка и глотой он о долге напомнил и вдруг о солдатской дороге крылатой задышал в подебе в шремон штук. И откликнулись близкие склоны и в разрыв проплывающих туч опустился с небес на погоны ослепитель и солнечный луч. Боя труба батальоны слезы наполняя отвагой сердца пой труба твоя песня желая звонче мертву ассиста сенса. Перевалы до самой границы в облаках камнепадах по мгле пылевые железные птицы свылись кучу на мокрой земле по мгле спасибо 15 минут отдыхаем перекой выпиваем знакомимся общаемся через этот провод с с ok перехос ou